Праздники урожая сейчас стремятся отмечать не только в сельскохозяйственных районах, но и в городских округах. Накануне своей дары осени выставили на показ столичные тосы. Всех желающих здесь учили изготавливать венки из осенних листьев и создавать оригинальные подделки из овощей. Фантазия мастеров не знает границ. Змея из картофеля, фигурки героев детских мультфильмов из моркови и огурцов. Все экспонаты импровизированной выставки создавали на глазах гостей городского праздника. К примеру, преподаватель одного из столичных техникумов устроила мастер-класс для детей. А сейчас мы хотим сделать из чашечек змею, змейку. То есть она вот такая длинная будет, а в конце желудь будет, там глазки и жало. Мы сейчас будем это демонстрировать, может быть дети будут смотреть. Это очень интересная змея, это и в интернете нету, нигде нету. Хотя на празднике многие стремились продемонстрировать и свой богатый урожай. Дары природы сюда привезли члены ТОСов Ленинского района. Именно они боролись за звание лучших из лучших. Задача участников украсить оригинальнее всех свою экспозицию. Но чтобы никого не обидеть, члены жюри решили для каждого учредить отдельную номинацию. Развлекали гостей профессиональные артисты и любительские коллективы территориальных общественных самоуправлений. Им тоже присуждали награды. Они многие вещи друг другу учатся, да, многие мероприятия, многие начинания. Одни, вторые, третьи подхватывают. И вот сейчас они решили в этот раз объединенно провести красивый праздник Дары Осени. Надо сказать, что есть и умельцы, есть активные участники и очень праздник хороший получился. Продолжение следует...